Папа, мама, я сбил человека. Услышать взволнованный трудноразличимый голос, говорящий о беде, может каждый. Многие уже слышали. Это один из самых популярных видов телефонного мошенничества. Аферисты дистанционно впускают в ход любые аргументы, чтобы получить деньги. Как не потерять голову, отличить ложь от правды и что делать в этом случае, подробно расскажет Матвей Апросин. Я в аварию попал. Я за речью сбил. Это первые слова, которые говорит голос на том конце провода. Вариации могут быть самые разные, но в основном это стандартное начало разговора. На телефон потерпевшего поступает звонок, как правило, либо рано утром, когда человек еще не проснулся, либо вечером, когда он уже устал. Мошенник под видом родственника сообщает, что только что сбил человека и слезно просит помочь, после чего тут же передает трубку якобы полицейскому. Все это происходит за считанные секунды, чтобы жертва не успела опознать голос потерпевшего. Дальше весь разговор проходит только с мнимым сотрудником полиции. И тот уже начинает диктовать условия. Чтобы нам решить вопрос, освободить вашего сына или освободить вашего сына от долгов, которые он должен, необходимо перечислил, а сумму запрашивают. Иногда и большие, 100 тысяч, 150, 50, но суммы здесь различные, варьируются. Нету определенности какой-то там. Задача мошенника – удержать свою жертву до того момента, как она расстанется со своими деньгами. Если у человека денег нет или их мало, то обманщик может начать торговаться и значительно снизить цену. При этом потенциальные жертвы не будут давать класть трубку, чтобы человек не смог позвонить своим родственникам и убедиться, что все хорошо. В ход для этого могут пойти и угрозы. Бывают случаи, когда люди ложат трубку и перезванивают родственникам, и не берут вот именно в этот момент телефон, или кто-то не слышит, или кто-то находится на работе, или кто-то после работы спит. Человек начинает думать, что действительно сын попал действительно куда-то. Вот тут очень важно проявить хладнокровие и успокоиться. Но даже если паника не уходит, а эмоции берут верх, стоит задать обычные вопросы так называемому полицейскому. Зачастую злоумышленники звонят наугад и не знают ни имя родственника, ни дату его рождения, ни другие его данные. Можете положить трубку и позвонить родственникам, или друзьям, например, сына, да, круг общения ваших детей, ваших близких, друзей. Вы, наверное, все будете знать, кто с кем общается, кто где может находиться в то или иное время. Но максимально собрать информацию. Первым делом позвонить полицию, сообщить об этом, потом уже звонить родственникам. Опытные мошенники могут давить на жертву. Основной совет – не поддаваться на провокации и тут же обратиться в полицию. Матвей Опросин, Айрат Назипов, Амир Залюшев. Вызов 112. Матвей Опросин, Айрат Назипов, Амир Залюшев, Амир Залюшев, Амир Залюшев, Амир Залюшев. Матвей Оп unchecked. Матвей Опросин, Айрат Назипов, Амир Залюшев. 1.